Счастлив тот, кто не замечает лето теперь или зима. Они, конечно, счастливые люди, но не замечать зиму не могут. Я про коммунальщиков, особенно когда это время года уж прям сильно снежное. Готовим сани заранее и приветствуем студию Ярослава Овчарова, исполняющего обязанности директора Департамента городского хозяйства мэрии. Я, Илья Варванов, здравствуйте. Вы смотрите «На повестке дня». Ярослав, добрый вечер. Добрый вечер. Про сани. Готовы или продолжаем еще готовиться к предстоящей зиме? Ну, сани, они, в принципе, конечно же, готовы, но подготовка идет на сегодняшний день полным ходом. То есть мы на сегодняшний день плотно взаимодействуем с территориальной администрацией, непосредственно с генподрядной нашей организацией, это городское спецавтохозяйство. Сверяем, как говорится, все часы. Да, все часы. На сегодняшний день у нас уже готовы и разработаны маршрутные карты, где какая техника должна идти и как час она там должна проходить в том числе. Мы на сегодняшний день также прорабатываем и готовим такую отдельную уже большую презентацию и для руководителя города, в том числе и для Владимира Михайловича Волкова, чтобы он также понимал, как будет организована уборка города Ярославля в зимний период времени. Мы планируем разделить все-таки на сектора наши все шесть районов, за каждым сектором определить ответственных лиц, кто будет курировать свой маленький сектор, такую делянку, скажем так, назовем ее. Эта работа ведется. Она ведется полномерно и, наверное, максимально готовый уже продукт и вариант, который мы представим, новый для уборки, для более качественной уборки города, как раз к 15, к началу зимнего сезона, к 15 октября мы должны его завершить. Такой научный труд, но, соответственно, мы его уже накладываем и на практику. Мы уже ряд маршрутов начинаем откатывать и смотреть, как будет все-таки по времени, будет ли справляться та техника, которая у нас есть в наличии или нет, или необходимо будет еще добавлять. Все понятно. Все-таки ни для кого не секрет, в первую очередь для вас, что зима – это, наверное, главный сезон проверки коммунальщиков. Как, на ваш взгляд, сработали минувшей зимой? По пятибалке сколько вы выставили? По пятибалльной шкале, наверное, на тот момент я был немножко в другом статусе. Я знаю, что вы не отвечали непосредственно. Да, не отвечал. Но, наверное, как обыватель, как житель города Ярославля, хотел бы для себя ответить. Ну, на самом деле сезон отработали. И действительно помогали многие организации, чтобы этот сезон завершить. Сезон был очень тяжелый, очень снежный. Это и в области было, также я прочувствовал это на своей шкуре. А в городе, как говорится, и речи вообще быть не могло. То есть городу было очень тяжело. Но справились. А в чем причина того, что где-то что-то недоработали? Ну, недоработали, наверное, отчасти, может быть, не та вся техника, которая изначально была заявлена, она была в наличии. Потому что, мы же прекрасно понимаем, заявлялось одно, вот насколько я даже помню, одна цифра. А по факту уже, когда вошли в зиму, и снег пошел, выяснилось, что ряд техники просто физически не смогло даже выйти. Да, она была готова. Но причем об этом и мэр неоднократно говорил. С упреком о том, что не та техника, которую заявляют. Абсолютно верно, да. И, соответственно, даже та, которая действительно выходила на улицы города Ярославля для уборки техники, многие единицы техники сразу же возвращались. По той или иной причине поломка или еще что-то. Ну, мы, конечно, понимаем, что техника у нас не вся новая. И она требует ремонта и ухода. Ярослав, я так понимаю, что все-таки генеральный подрядчик – это городское спецавтохозяйство. Абсолютно верно, да. А новую технику предприятие закупило, планирует закупать до начала сезона? В планах есть вообще в целом, естественно, модернизация и обновление парка техники. Большие планы мы возлагаем вообще на городское спецавтохозяйство не только на эту зиму, а вообще в будущем. То есть, есть понимание и направление, тот вектор, по которому мы движемся для развития данного предприятия, чтобы все-таки 80% города мы содержали собственными силами. На сегодняшний день у нас уже есть понимание, как мы будем справляться с зимой именно в Заводском районе. Для никого не секрет, что с 15 сентября Заводский район теперь тоже собственными силами убирают городское спецавтохозяйство. То есть, мы отказались от подрядной организации. Да, кто не знает, нужно смотреть новости на городском, мы об этом сообщали. Соответственно, эта работа ведется. Она плановая, она ведется. То есть, прорабатываем и дополнительные инвестиции. На сегодняшний день есть уже у нас ряд малой механизации техники. Это в количестве 6 штук появилось. Это тракторные щетки. Это именно тротуарная техника, которую мы планируем пустить, особенно на центральную часть города, на зону ЮНЕСКО. И есть еще, ну ладно, расскажу, вам расскажу. Есть еще небольшие у нас наработки. Мы ждем небольшие поступления еще дополнительной техники и от города Москвы. Мэр города Москвы нам, в принципе, на сегодняшний день уже предоставили список техники. Там порядка 17 единиц. Это которые готовы были бы передать также в помощь городу Ярославль. То есть, в каждом городе. Но именно на зимний период, да? Там не только на зимний период, там и на летний, там и летучки есть для развозки людей. Это тоже надо не забывать немаловажный фактор. То есть, даже если будут люди и будет кем убирать, а как их доставить? Ну, это понятно. До того или иного места. На сегодняшний день, да, ведется бумажная работа именно по переоформлению. Документация, это тоже важно. Мы максимально стараемся этот процесс не затянуть, чтобы уже к началу зимнего сезона 2019-2020 все-таки эта техника тоже пришла и встала в один ряд с той техникой, которая у нас сегодня уже есть. Ну, а вот зимой как-то работа по другому принципу строится? Да, мы прорабатываем новые маршруты, именно их пересматриваем. Та старая схема, она немножечко не работала. И специалистами уже от заказчика, от департамента городского хозяйства и непосредственно при участии террадминистрации и генподрядчика прорабатывались новые маршруты. Они сейчас находятся на согласовании и на доработке. Отлично. А вот по плану или там по каким-то нормативам, если говорить про это, как строится работа? То есть какие улицы убирают в первую очередь? Что оставляют на десерт, скажем так? Ну, в первую очередь мы всегда, конечно, убираем это первые списки и те улицы, где у нас задействован транспорт, где идет у нас пассажирские грузоперевозки. А во второй очередь уже все, что осталось, да? Ну, не то, что нет. Это работа плановая. То есть основной упор идет тяжелой техники и дорожно-комбинированных машин. Это мы пускаем на первые списки. А там, естественно, малая механизация, это тракторные щетки. Они, не дожидаясь, конечно же, уборки первых списков, идут по всем своим маршрутам и уже уходят и вглубь кварталов. Ну, вот если мне память не изменяет, то в прошлом году, равно как и в позапрошлом, у департамента городского хозяйства было немало претензий к управляющим компаниям. В этом году как-то пересматриваете свои взаимоотношения или нет? Опять же, говорим про зимний период, про уборку. Пытаемся, на самом деле пытаемся уже. Были и постановочные совещания, то есть пытались выработать именно взаимосвязь, кто и когда, где будут убирать. Потому что очень часто были нарекания, дворовую территорию убрали, вытолкали все к нам непосредственно, уличную дорожную сеть. А тут уже идет наша коммунальная техника и опять рабочие ругаются. Говорят, мы же только что здесь проходили, все убрали, а опять нам снег вытолкали из дворовых территорий. И на самом деле эта же проблема была не только именно в уличной дорожной сети, но и зона ЮНЕСКО очень страдала от этого. То, что несогласованность действий управляющих компаний и специализированных наших организаций, которые занимались непосредственно содержанием города. Особенно это касалось, когда уборка снега с кровлей. У нас убрали, тротуары почистили, все хорошо в ночь. Утром выходит управляющая компания и начинает чистить кровлю. Соответственно, весь этот снег падает куда? Опять к нам на тротуар. Тоже работаем над этим моментом, постараемся, чтобы в этом году этого не допустить. В каком случае вы переходите на круглосуточный режим работы? Ну, круглосуточный режим у нас работы будет, конечно же, при обильных снегопадах, когда снежная масса будет уже в ненормативном состоянии, когда будет действительно потребоваться перейти даже не круглосуточный режим, наверное, а назовем это трехсменный режим. По 8 часов будем распределять уже по сменам. И эти маршруты тоже на сегодняшний день и дорожные карты прорабатываются. То есть мы планируем проработать разные сценарии, как у нас именно по тем погодным условиям, которые предстоят. То есть бесснежная зима или снег выпал, слабый снег, сильные обильные осадки, чтобы можно было и плановую работу выполнять. То есть есть же плановая обработка, переходы через ноль, например. И есть, когда идет снег, выпали осадки, мы убрали, спокойненько дальше отдыхаем, готовим технику, готовимся к предстоящему снегопаду. А есть, когда у нас, как в прошлом году было, снег идет, 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 естественно. Ни конца, ни края. Да, здесь, естественно, надо переходить уже в круглосуточный режим. А что касается активности уборки, то есть все эти массы впоследствии куда вывозятся? Ну, у нас на сегодняшний день определено место складирования полигона, это недалеко от тех углерода. Его достаточно? Его площадь, в принципе, позволяет, да. И прошлые года также справлялись. На сегодняшний день мы также прорабатываем еще одну площадку под временное складирование, это в Заводском районе. И также прорабатываем те временные площадки во время именно обильных снегопадов, куда можно было бы временно перевести снег, соскладировать. Да, скажем, экстренно, да. Да, экстренно, да. И уже с последующей утилизацией на полигон. Ярослав, а что касается автолюбителей, часто встречаются, так скажем, неответственные, которые мешают коммунальщикам. Я, конечно, мог бы сам ответить на вопрос, потому что хожу по улицам, езжу по улицам и вижу, что часто на самом деле спецтехники оставленной машины мешают. Но вот тут как только нужно взывать к ответственности, да, или есть какие-то другие способы, на ваш взгляд? Ну, к ответственности, конечно, надо призывать. И все-таки действительно автовладельцев хотелось бы попросить, чтобы они не парковались, именно на уличной дорожной сети во время обильных снегопадов, для того, чтобы спецтехника могла быстро, оперативно вывести всю эту снежную массу. Но у нас есть запасной вариант, который сейчас тоже прорабатываем. Это временные знаки. Мы совместно с ГИБДД разрабатываем схему. Именно в тех местах, где сложнее всего убирать снежные массы, но это необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Планировали прибегнуть к временным знакам для установки временных знаков на таких участках, для того, чтобы автовладельцы, увидев знак, что на данной территории, например, по четным или нечетным числам, например, не парковаться и не оставлять транспортное средство на ночь, потому что в этом месте запланирована уборка в ночное время снега. Что касается смесей, которые так необходимы при обработке зимой магистралей, закуплены в достаточном количестве? У нас все просчитано и все в достаточном количестве. То есть вопросов в этом у нас никаких не должно возникать. Они просчитаны. Часть материала уже находится в порту уже в городе Ярославль. И часть материала уже буквально на подходе. Будем планировать буквально со следующей недели уже перевозку, перевалку данного материала на площадке городского спецхозяйства. То есть позитивненько смотрите на предстоящую зиму? Ну, по-другому. Спрос на с вас впоследствии? Мы прекрасно понимаем, что спрос будет и с нас, но, к сожалению или к счастью, позитивно все равно надо смотреть на это, иначе кто как не мы. В любом случае будем работать, будем стараться справиться максимально с этими обильными осадками, которые мы ожидаем. И, как говорится, бессонных ночей нам никто не обещал. Согласен с вами. И главное говоря о работе, чтобы эта работа была не над ошибками. И на этом все. Спасибо моим гостям. Был Ярослав Овчаров, исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства мэрии. Я не прощаюсь. Через несколько минут начну подводить первые информационные итоги дня. Ну а что касается программы «На повестке дня», мы в эфире с понедельника по четверг в 19.15 только на городском телеканале. Субтитры подогнал «Симон»